мне понадобилось добраться по своим делам соседний город недолго думая поймал на трассе попутку и поехал заднее сидение было завалено всяким тряпьем поэтому пришлось сесть на передние водитель был разговорчивым веселым мужиком у меня в тот день было хорошее настроение так что мы всю дорогу душевно разговаривали обо всем на свете когда уже подъезжали к городу водитель вдруг остановил машину на обочине трассы помолчал пару секунд и спросил у меня а ты родителей любишь да очень ответил я удивленной остановкой и резкой сменой темы разговора мужик тронул машину снова и мы поехали дальше он высадил меня у автовокзала в городе забрал деньги за проезд попрощался и уехал когда его автомобиль выезжал на дорогу я заметил как внутри заднего сиденья поднимается человек тем же вечером прочитал местной газете заметку о поимке преступной группы о двух бандитов которые расправлялись с пассажирами убивали и крабили их если не ошибаюсь девять человек так убили на той трассе видимо в тот день не только у меня было хорошее настроение в тот вечер я как обычно сидел за компьютером вскоре мне надоело это занятие и я решил пойти в комнату к маме которая пришла с работы примерно полчаса назад и теперь лежала отдыхая смотря телевизор когда я вошел к ней в комнату она смотрела на меня и улыбалась я сел рядом с ней гадая что же ее так развеселила мама посмотрела на меня и вдруг она попросила принести с кухни нож это было странно так как она вроде бы ничего не ела и не готовила но я все-таки отправился на кухню взяв нож я уже хотел отнести его маме как зазвонил мой телефон который я еще утром оставил на кухне это была моя мама она сказала чтобы я оделся и вышел на улицу мы пойдем за продуктами когда мне было пять лет мы жили в деревне отец намного позже рассказал мне историю которая произошла в то время по соседству с нами жила семья отец мать и дочь дочка была до школьного возраста 3-4 годика у них было свое хозяйство свиньи и куры коровы огород небольшой а мы только кроликов и кур держали и вот однажды отец этого семейства на работе был а мать дома сидела с дочкой ей позвонили с работы сказали что ключи потеряли надо кабинет открыть недалеко поликлиника была женщина там работала она пошла к соседке чтобы попросить ее посидеть с ребенком соседки не оказалось дома все же будний день был женщина решила что быстро сбегает в поликлинику ничего не станется с дочерью там действительно минут десять в одну сторону идти дочка осталась играть в ограде вечером отец возвращается с работы и видит что дверь ограды открыта заходит мать сидит зареванная на полу а рядом труп девочки лежит вся покусанная и след кровавый тянется к свинарнику свинья жирная как-то выбралась из свинарника дверца открыта была то ли свинья сама толкнула то ли девочка любопытствовала и напала на ребенка отец топором свинью в месиво превратил вот такая жуть я безумно рад что мы не держали свиней однажды после долгого дня блужданий по лесу один охотник был застегнут ночью посреди чаще уже стемнело и не имея понятия о своем местонахождении он решил идти в одну сторону до тех пор пока не выйдет из леса после нескольких часов ходьбы он вышел на небольшую поляну посреди которой была хижина понимая что у него нет выбора он решил остаться в хижине на ночь дверь была открыта и внутри никого не было охотник улегся на единственную кровать оглядывая хижину охотник с удивлением обнаружил что стены были украшены несколькими портретами нарисованными очень детально и подробно все без исключения лица на портретах смотрели злобные с угрозой охотник почувствовал себя неуютно игнорируя лица на портретах с ненавистью смотревшие на него он отвернулся к стене и быстро уснул следующим утром он проснулся от яркого солнечного света оглядевшись он увидел что в хижине не было никаких портретов только окна все случилось самым обычным осенним вечером воскресенье день прошел в домашних хлопотах и мы сможем никуда не выходили даже входной дверь не открывали после ужина и засела за чтение книги а муж ушел в другую комнату играть в компьютер я слышала некоторые реплики из игры а затем они прекратились судя по звукам муж пошел в ванную принять душ на ночь как всегда звучала вода я продолжила читать механически отмечая действие мужа время шло и я начала волноваться шум воды стих минут десять назад но из ванной никто не выходил может ему стало плохо я начала стучаться к нему в дверь но ответом не была тишина еще через десять минут я сумела подеть защелку и открыть дверь ванная была пуста мокрое полотенце лежало на полу одежда мужа висела на крючке но вот самого мужа не было я решила что это розыгрыш и пошла проверять все комнаты по очереди что вам сказать вся его одежда и документы по-прежнему у меня его родители друзья ищут его как только могут придумывая различные версии произошедшего вплоть до побега с другой женщиной но я-то знаю что в тот день из нашей квартиры никто не выходил когда дочери моей подруге было пять лет она начала пробегать по ночам к родителям слезах на вопросы отвечала что под ее кроватью живет собака родители естественно объяснили что никакой собаки там нет включали свет свет светили под кровать фонариком но толку не было ребенок продолжал каждую ночь являться с плачем подруга обратилась к психологу и тот посоветовал отвезти дочь в магазин игрушек и купить ей понравившуюся плюшевую собачку дать ей имя и поселить под кровать девочки так и поступили ребенок успокоился и перестал бегать к родителям по ночам только иногда рассказывал что собака то громко сопит то скребется и мешает ей спать спустя какое-то время подруга решила сделать уборку она отодвинула кровать дочери каково же было ее удивление когда на полу она увидела множество характерных царапин с тех пор как рит уже столько убили картер сидит у окна никакого телевизора чтение переписки его жизнь то что видно через занавески ему плевать кто приносит еду платит по счетам он не покидает комнаты его жизнь проходящие люди смена времени года проезжающие автомобили призрак риты картер не понимает что в обитых войлоком палатах нет окон к нам на двор пришел сосед с другой улицы дед инакентий старику уже лет 70 было и он вел себя иногда странно он постучался и открыл калитку он вошел во двор походил от забора до забора потом сел рядом с хлевом на чурбак за все время ни одного слова не произнес хотя я пытался его разговорить но он только молчал и смотрел перед собой я махнул на него рукой и занялся своими делами тут на двор вышла мать увидела инакентия и начала ругаться страшно схватила вела и принялась его тыкать обзывать нехорошими словами гнать со двора я пытался ее остановить но она только отмахнулась а когда старик ушел рассказала что дед инакентий уже месяц как помер но в сумерках появляется откуда-то бродит по деревне заходит во дворы поначалу его все пугались чуть сами не умерли от ужаса но за прошедшее время привыкли и теперь только злятся и ругаются если его прогнать то он без особых обид уходит это все продолжалось до сентября потом мужики испугались что земля замерзнет а он все бродить будет раскопали могилу и вбили ему кола синовый в сердце после этого дед появляться перестал я зашла вечером в спальню сына чтобы проведать его перед сном он не спал трясясь и глядя на меня испуганными глазами он прошептал нам посмотри под кровать мне кажется там монстр я наклонилась и заглянула под кровать там дрожа всем телом был связанный мой сын